Здравствуйте, уважаемые зрители. Те, кто ждал после предыдущего урока по C++ для Ардуино, а следующего, то на вашу улицу праздник. Извините, голос сейчас скрипит немножко, и говорить я буду в нос. Но, как говорится, для знания это не помеха. Итак, прошлое занятие было длинным, нудным, наверное, не очень простым. Для тех, кто совсем ничего о том не знает, не понимает. Но зато мы практически пробежались по всем ключевым возможностям языка C++, на котором пишется скетч для Ардуино и ДЕ. И давайте, в общем-то, продолжим начатое. Итак, источник информации важный. Это будет сайт arduino.cc. В них в меню Learning есть Reference. Если вы перейдете по этой ссылке, то вот у вас описание всего языка. Ну, собственно, многое из того, что здесь есть, я об этом говорил. В том числе здесь функция, которая именно добавлена для функционала Ардуино. Не имеет отношения к C++ непосредственно. Вот, и так далее. Да, он, конечно, на английском языке. Возможно, переводы есть, но никакие, наверное, условно адекватные. Но учите язык вероятного противника, как мы иначе примудим их сдаться. Это была шутка для особо одаренных. Вот. Ну и поскольку C++, в общем-то, компилятор обычный, то все библиотеки стандартного C++ можно тоже использовать в скетчах. Итак, давайте перейдем к новым знаниям. Значит, мы говорили о переменных. Давайте продолжим расширять свои знания в этом направлении. Итак, предположим, у нас есть функция, возвращающая, там, не знаю, знаковая целая. Назовем ее, допустим, аккумулятор. Ей передается на вход значение, тоже 16-битное, целое, знаковое. Ну, предположим, через переменную намба. И она должна их складывать и возвращать, собственно, с аккумулированное значение. Итак, создаем переменную для хранения всей этой аккумуляции. Значит, увеличиваем ее на значение переданного аргумента и возвращаем ее в качестве результата функции. Ну, давайте здесь вызовем, напечатаем несколько вызовов этой функции аккумулятор с параметрами, допустим, единица, двойка и тройка. То есть у нас должно прийти один, потом должно прийти три, а потом шесть. Значит, выступает у нас сегодня Arduino подключенная. Ну, собственно, пока она нам не нужна, я ее с экрана уберу. Загружаем этот скетч в плату. Вызываем сериал-монитор со скоростью 115-200. И видим, что ожидаемого результата не произошло. То есть функция вернула нам значение своего аргумента, и никакого превращения как бы не произошло. Почему так происходит? Как мы уже говорили в прошлом занятии, значит, переменная, созданная внутри каких-то операторных скобок, она является локальной, находится на стеке, и после выхода за операторных скобки будет уничтожена. Поэтому этот результ, он на самом деле всегда изначально содержит ноль, ну и ничего накапливать не собирается. Как же нам быть? Ну, два пути есть. Первое, мы выносим этот результ, делаем ее глобальной. Вот здесь ее убираем, и тогда все это начинает работать. Вот. Вариант второй, это использование ключевого слова static. Если перед переменной определенной внутри функции или какого-то операторных скобок указать ключевое слово static, то эта переменная становится глобальной, вот, размещается она в глобальной памяти, и ее значение будет сохраняться при выходе из этой операторных скобок, из функции и так далее, между разными вызовами. Вот. Ну и тут уж совсем для красоты давайте сделаем так. Вот это присвоение сработает только первый раз, в самом начале больше никогда оно срабатывать не будет. Загружаем это сейчас. Код. Вот. И видим, что пришли как раз ожидаемые результаты 1, 3 и 6. Замечательная работа. Чем отличается static от просто глобальной переменной, определенной вне всех функций? Собственно говоря, с точки зрения вас, только тем, что доступ к его имени возможен только внутри тех скобок операторных, которых он определен. А так это тоже глобальная переменная. Вот. Но зато она случайно не пересечется с именами, с другой глобальной переменной, там, с какой-нибудь локальной и так далее. То есть, поэтому, если вам нужна переменная, которая должна сохранять свое значение, но используется она только в одной конкретной функции, то оптимальнее, конечно, делать ее статической внутри этой функции, а не глобальной на самом глобальном уровне. Прекрасно. А, давайте перейдем теперь к следующей задаче. Предположим, мы хотим написать функцию, которая изменяет значение своего аргумента. Ну, пусть даже она, например, возвращает тоже n16t, мол, 2, например, назовем ее. Значит, n16t, n. Значит, я хочу, чтобы эта функция, переданная ей переменную n, умножила на 2 и вернула ее в качестве результата. Так, давайте мы определим здесь переменную a, ну, равную 3, например. Даже давайте не так сделаем, сделаем a равно... А, нет, в смысле, mol2, а. И просто напечатаем то, что у нас сейчас в a находится. Должно, в общем-то, быть как бы 6, потому что вот... Ну, точнее, для меня-то не должно, конечно, но вам может показаться. Функция вернет действительно значение 6, но мы отпечатаем просто переменную, которую мы передали как аргумент, и она должна была изменить свое значение, но она его не изменила. Почему так происходит? Потому что если внутри функции значение, переменные параметры функции, точнее, передаются по значению. То есть вот в это n будет скопировано значение из a, 3, и эту n, что бы мы с ней не делали внутри, она никаким образом на переменную a, из которой взято ее значение, не повлияет. Абсолютно. А как же нам быть, если нам нужно именно изменить значение переменной, или, в частности, если нам нужно вернуть из функции несколько значений, а это значит, что как раз мы можем передать их как параметры, да, и изменить их исходные значения. И вот для этого нам нужны... Ну, например, в c это были указатели. Начнем мы именно с указателей. Итак, поставим перед именем переменной n звездочку. И это уже тип не знаковое целое, а указатель на знаковое целое. Чтобы внутри функции нам обратиться к значению этого указателя n, значит, к тому, что скрывается внутри этой переменной, нам нужно тоже использовать звездочку перед ее именем. Потому что если мы просто напишем n, это будет адрес. Это будет некое, достаточно, возможно, большое или не очень большое значение, целочисленное, которое само значение переменной никаким образом не отражает. Оно отражает лишь область памяти, в которой находится переменная. Но как мы только напишем звездочкой n, мы перейдем уже к значению этой переменной. Ну и в данном случае тоже. Так, ну и что у нас теперь будет, если мы откомпилируем и загрузим? Снова 3, но на самом деле тут у нас могло катастрофой закончиться. Итак, все прекрасно, но для того, чтобы нам передать функцию не значение переменной, а ее адрес, а именно это ожидается, как мы видим в самой функции, нам нужно взять адрес переменной, это делается с помощью знака амперсант перед ее именем. Ну, как видите, вот здесь неочевидность оси ярко в свете проявляется. Да ё-ка лэ-мэ-не! Вот, теперь мы видим, что это 6. Прекрасно, да? Но вы понимаете, что вы уже запутались. Тут звездочка, тут еще звездочка, здесь вот амперсант. Что-то пропустил, компилятор не ругнулся, но ничего не сделал. Да, вот такое у нас недоразумение этот си, который в умелых руках, конечно, дикая мощь, но в руках молодого носителя пант, конечно, это ужас, просто полный кошмар. Но тут нам на помощь приходит то, что мы-то пишем на си плюс плюсе, на самом деле, на объектно-ориентированном расширении языка си, который, в общем-то, претерпевле от серьезных изменений, и часть из которых несколько более дружесно к пользователю по отношению к его предшественнику си. Итак, есть такая вещь, как ссылка. Звездочка в имени типа означает указатель на этот тип, а если мы перед именем переменной укажем знак амперсант, это будет означать, что мы передаем параметр по ссылке. Никаких звездочек больше применять не нужно, мы можем применять прямое имя переменной, и будет использовано его значение. Все прекрасно. И при передаче его как аргумента параметре тоже не нужно брать его адрес. То есть я просто указываю имя переменной, и сюда передастся ссылка конкретно на мою переменную а, и когда вот этот оператор будет отрабатывать, он будет отрабатывать именно с значением, которое в а находится. Мы можем в этом убедиться легко, если загрузим этот пример. Как видите, он, на мой взгляд, существенно проще. Вот мы снова шестерку получили. То есть результат тот же самый. Значит, почему тогда все они перейдут на ссылки, и остается достаточно популярным использованием указателей. У указателей есть одно преимущество. Собственно говоря, преимущество, наверное, это не очень правильное слово. Исторически сложилось, что довольно большое количество кода появилось, которые используют этот чит. И, собственно говоря, он до сих пор, соответственно, популярен. Предположим, вам нужно функцию передать некий параметр, который функция должна тоже вернуть, его новое значение. Но при этом он не всегда вам интересен. В случае с указателем вы можете передать пустой указатель, то есть назначение 0, например, которое однозначно трактуется как ерунда, не может такой быть указатель. Точнее, не должен такой быть указатель. В этом случае, в случае с указателем, вы этот 0 передаете, и внутри функции вы можете обработать эту ситуацию, и ничего не возвращать. С ссылкой такой номер не прокатит. Вот, к сожалению. Поэтому до сих пор указатели, в общем-то, в том числе в части. Но я вам рекомендую в простых случаях, конечно, применять именно ссылки. Запутались уже? Но мы-то вынуждены дальше идти. Итак. Значит, ну давайте из указателей неминуемо растут многие такой вещи, как массивы. Значит, до этого мы с вами работали с переменами, которые у нас были скалярных типов, то есть, ну, простого типа, базового. Предположим, нам нужно 10 переменных одного типа. Ну, то есть мы можем создать там, не 16-е, там, не знаю, А1, А2, там, да, и так далее. Но это некрасиво. Более того, вы никаким образом не можете в циклах использовать перемены, потому что у них имена уникальные. То есть код у вас будет громоздкий, большой, тупой. Но выход, конечно же, есть. Он, конечно же, был уже давно, и времена C, и мало чего изменилось с плюсами. Есть массивы. Если вам нужно некое количество переменных одного типа, то вам проще создать массив. То есть вы указываете базовый тип, потом имя массива, и в квадратных скобках указываете количество элементов максимальное. Ну, например, 10. Вот А – это массив из 10 элементов. Значит, для доступа к конкретному элементу массива вы должны применять имя массива и в квадратных скобках индекс элемента, к которому вы хотите обратиться. Индекс у нас от 0 до количества элементов минус 1. То есть в случае СА – это от 0 до 9. Давайте посмотрим. Теперь уже можно применять циклы. Заполним массив. Так, давайте все это уберем. Значит, создадим цикл. Определим переменную, которая у нас будет пробегать по элементам массива. Она у нас от 0. Она меньше 10, то есть до 9. В конце мы ее приращиваем. Вот. И проинициализируем массив, обращаясь к этому элементу, как, ну, предположим, и плюс 1. То есть у нас будет элемент массива от 1 до 10. И давайте мы следующим циклом аналогичным, в общем-то, мы распечатаем. Никто нам не мешал здесь распечатать, но мы делаем инсциализацию отдельно, как будто бы мы потом что-то с ней еще будем делать. Ну, то есть более реальную задачу. Вот. Здесь мы печатаем элементы. Печатаем их, ну, допустим, для красоты, давайте в одну строчку. Я, соответственно, беру и ты элемент, и он будет распечатан. Так. И тут такой момент. Давайте через пробел их распечатаем, кроме последнего элемента. Последний элемент мы перенос строки сделаем. Так. Если и у нас меньше 9, то есть до предпоследнего элемента, то после того, как мы напечатали значит, элементцем мы печатаем пробел. А иначе мы делаем printlm пустой. Так. Ну вот, давайте загрузим все это. Скетч. И должны у нас распечататься от 1 до 10 через пробел в одну строчку. Что мы и видим. Прекрасно. Так. А как же этот массив замечательный передать нам в качестве параметра функции? А вот для этого как раз нужны указатели. Создаем функцию, ну, принтеры, например. Вот. У нее параметр будет массив 16-битных знаковых целых. Неизвестны ни величины. Ну, как бы это же параметр любой. Вот. И тут мы, соответственно, вот этот код так, здесь вот меняем R. То есть мы 10 элементов переданного нам массива в общем-то печатаем. Так, все прекрасно. Соответственно, вот этот кусок мы заменяем на print-array-a. И поскольку здесь у нас типа вот указатель, в смысле, массив как параметр указан, то здесь я тоже применяю просто загружаем. Видим, что все у нас замечательно. Ну и давайте теперь фокус. Вот эта штука, которая была указана как массив неизвестной величины, она эквивалент на самом деле вот такой конструкции. Ну и при этом вы можете продолжать вот так вот ссылаться, как R от этого элемента. Вот. Но мы можем еще ведь интереснее сделать. Мы можем здесь сделать. Вот так вот, например. И А мы могли передать видео как просто. имени, да, так и адрес самого младшего элемента. Ну как бы смысла там нет, но это тоже законная конструкция. Как видим, все у нас замечательно то же самое. И еще один фокус. Вот и у нас байты, да, от 0 до 9. Мы car как указателю на значит, элемент массива, на первый элемент массива, но на память, который занимает массив. Мы прибавили сначала 0, ну то есть ничего, потом единица, двойка, тройку. Вы думаете, это так на самом деле? давайте мы эту теорию проверим. Распечатаем мы чему равен адрес arr плюс i. Значит так, приведем его к беззнаковому целому. Операция приведения это в скобках указать тип, а после этого, соответственно, что мы приводим к этому. Вот, приводим к этому мы вот эту конструкцию. Значит, это распечатает адрес элемента, к которому мы будем обращаться. Дальше, ну и давайте мы для красоты делим двоеточие, а потом у нас само значение будет. Ну а дальше все как было. Загружаем этот код. вот видим адреса. Первый элемент 278, второй 208, здесь 282, ничего странного не видите. Элементы приращиваются на двойку, хотя здесь использован плюс 1, 2 и так далее. Поскольку указатель ссылается на двухбайтовое значение, то изменение его на единицу на самом деле приращивает двойку, изменение на двойку там четверку и так далее. Если бы здесь было 32-битное значение, то плюс 1 у нас бы на 4 изменило бы значение указателя. И это делает все само. То есть, как видите, я здесь нигде ничего специальным образом не делал. И неважно, используете вы индекс в квадратных скобках, либо вы к адресу первого элемента прибавляете индекс, и потом это все приводите. Все это именно так и работает. И более того, вот если это плюс-плюс и увеличило и на единицу, то если я к указателю применю такую конструкцию, ну да, что вам там? Давайте я вам это покажу. так, ну здесь вы поверили, да? Вот так вот делаем. Вот видите, результат тот же самый. Что эта штука делает? звездочка R сначала сработает, она вернет элемент по указателю ARR, значит, соответственно, нулевое там и далее. А потом плюс-плюс, поскольку это постексная операция, она сработает после того, как будет возвращено значение, она увеличит указатель на следующий элемент массива. И если в обычном случае плюс-плюс прибавляет единицу, то в нашем случае, как мы видели, значения у нас не сбились, плюс-плюс увеличил этот значит указатель на двойку, на размер элемента массива. И так и будет в случае, если здесь на 32 будет, на 4 он увеличится и так далее. И все это делается само. Вот такой замечательный компилятор. Это уже посложнее, вот, но как бы это очень важно для понимания этого всего. Так, продолжаем. Ну давайте теперь мы перейдем к... Учитывая, что массивы это важная часть значит кода и часто используемая, но самые популярные массивы это, конечно же, строки. Итак, строка это, соответственно, массив типа чар, вот, в нем можно тоже указать количество, массива. Массивы можно инициализировать при их декларации, то есть когда я его определил. Значит, таким образом ставим знак равенства и в фигурных скобках мы можем указать списков элементов. В случае со строками мы можем указать буквы отдельно, вот, либо же именно конкретно в случае со строками и без всяких в общем-то фигурных скобок мы можем указать в двойных кавычках текст. Но здесь есть момент. Когда мы указываем текст в двойных кавычках, на самом деле он занимает на один байт больше, чем то, что мы видим. То есть вот это ABC константа займет 4 байта, потому что дополнительно добавляется нулевой элемент в самый конец, который, в общем-то, не отображается так, но используется. Поэтому, если вам нужно хранить строку из 10 символов, то вам необходимо использовать массив из 11 символов, иначе он просто не поместится, и, соответственно, терминатор, символ нулевой в конце не поместится, и весь код у вас будет работать неверно. Ну и скетч, скорее всего, зависнет. Вот, это конкретно только касается строк, в остальных массивах как бы такой проблемы нет. Более того, в массивах есть еще возможность инциализации вот такой, когда я не указываю количество элементов, и относительно той строки инциализации, которая есть, будет подсчитано автоматом количество элементов. В данном случае это 4 будет. Но, значит, если я укажу символы, например, А и Б, вот это будет массив из двух символов А и Б. Нулевого там не будет. Будьте внимательны. Вот. Теперь, значит, что касается строк. Если мы взглянем на документацию по Ардуино, мы увидим, что есть строковый объект, C++, значит, объект, который у нас достаточно простой и эффективный в плане кода. видимо, ОВА конструкция обеспечивает операции со строками. Его многие любят, но на самом деле это дикое зло. Почему? Потому что он кушает динамическую память и рано или поздно, учитывая, что оперативной памяти у нас всего ничего, мы можем благополучно схлопнуть стек с хипом и, в общем-то, скетч у вас перестанет работать. При этом это может произойти не сразу и вы не сразу даже поймете, что у вас не так. Поэтому как бы вам не хотелось использовать эти сладостные его методы, по возможности никогда не делать этого, кроме случаев, ну, если у вас есть P8266, там хоть сколько-то памяти есть, но там тоже как бы злоупотреблять стрингами не стоит, вот, либо если у вас библиотека, которая использует этот класс и уже тут никуда не деться. А наш путь, путь Jedi, это использование строковых массивов. Поскольку у нас компилятор полноценный CC++, мы можем использовать библиотеки, ну, и в частности, библиотеку string.h для работы с этими строковыми константами и переменными. Ну, давайте посмотрим. Ссылки на документацию будут под видео, не переживайте. Так, ну, и давайте какой-нибудь вариант рассмотрим. Убираем все вот это. Так, создаем строковый массив, в котором мы будем конкретинировать строки. Его размер должен быть, ну, гарантировать то, что у нас все поместится и 0,8 останется. Допустим, я беру 80 байт. Он на стеке у меня, он локальный, не глобальный. Можно, конечно, глобальный, но это не важно. Так, самый простой вариант это мы помещаем первичное значение какое-то в строку. Значит, так, первое добавляем с помощью конструкции ds include библиотеку string.h стандартную сишную. Теперь мы можем использовать функцию strcpy. который мы, первый параметр это сам массив строковый, второй параметр это строковая константа какая-то, которую мы копируем. Так, strcpy. Значит, здесь у нас идет переменная str наша, а дальше может идти какая-то константа. Ну, давайте, допустим, hello туда поместим. Вот, вот это hello занимает 6 байт и в str скопируется тоже 6 байт нулевой символ туда попадет незримо для нас. Дальше нам надо добавить еще какую-то строку хвост этой строки. Для этого мы используем функцию strcad. Первый параметр у нее тоже куда мы все это копируем, второй параметр что мы добавляем. Допустим, вот так вот. вот, и теперь с помощью сериапринта мы этот массив строковый strc мы его печатаем. Должно у нас отобразиться hello world. Ну, как видим, так оно и есть. Как видите, ничего сложного в этом нет, хотя, конечно, громоздко несколько. Вот, значит, как сравнивать строки? Ведь если символы вы можете с помощью, значит, давайте сделаем вот так, str одного равно пусть будет так. Вторая переменная у нас вот такая будет, значит, чтобы нам сравнить строки мы можем использовать вы что думаете, что вот str1 равно str2 сработает? Ну, собственно, сработает. давайте давайте только не так сделаем. Если не равно то not вот, что у нас сейчас будет? ну, не равно, очевидно, да? Not equal. Да, все верно. Ну, логично, hello не равен, вот, да? ну, а если так? Теперь это равно, да? Ой, черт, панты мешают думать. Вы сравниваете два указателя, которые очевидно разные, поэтому их неравенство всегда будет истиной, их равенство никогда не будет истиной. больше-меньше тоже к ним имеет весьма странное отношение. str2 скорее всего больше, потому что он позже выделился и его адрес больше. str1 соответственно меньше, но тут возможны варианты, как бы прям вот так вот судить не буду, но не важно, важно, что и в этом случае больше-меньше тоже сравнивают лишь значения указателя, никаких отношений какого к тексту не имеет. И что делать? Ну, как что делать? У нас есть библиотека string и соответственно здесь есть strcmp она возвращает целое численное значение если оно меньше нуля, то первая константа меньше второй, если 0, то равны, если больше нуля, то соответственно первая больше второй. то есть здесь strcmp str1 и str2 так, нод это у нас если не равно а, ну собственно правильно, если у нас отличные от нуля значения, неважно минус или плюс, то они не равны либо больше, либо меньше, соответственно код остается таким же. заливаем и наконец мы получаем, что они у нас равны, что в общем-то и соответствует действительности. соответственно можно сравнивать на меньше, на больше, но это вся одна и та же функция. Еще из функций полезных для вас строковых может быть функция так, ну давайте я это приберу сейчас strlen значит у нее указываем переменную она возвращает длину переменной не включающую естественно терминирующий ноль то есть в данном случае должно 5 вернуть да, как видим 5 и есть вот с помощью вот этих основных функций которых я рассказал ну или если вам интересно то посмотрите сами что здесь еще есть вы можете обеспечить работу со строками в общем-то ничего в ней такого нет напоминаю что массив вмещающий строки должен быть на единицу больше чем значит максимальное значение которое вы хотите получить и у всех этих функций есть функция с именем str вот например ncat у которой указывается количество байт значит который копируется ну вот конкатенируется в частности из источника то есть не более вот этого количества будет скопировано либо если эта строка закончится раньше что она будет скопирована целиком таким образом вы можете регламентировать как бы работу не со всей строкой ну например сравнить только первые шесть элементов вот давайте смотрите hello world первая строка hello вторая world значит печатаем что нам возвращает str cmp относительно сравнения этих двух строк вторая строка вернется больше то есть должно у нас положительное какое-то значение вернуться потому что она длиннее тупо значит она в любом случае больше так а ну да вторая строка больше значит да мы сравним с первой значит первая меньше да все верно вернулся отрицательное значение извините да был неправ вот но если мы сравним например первые пять символов используя функцию str ncmp то у нас в общем-то должен вернуться ноль потому что первые пять символов в этих константах совпадают вот ноль как видите ну в общем таким образом можно соответственно много чего интересного делать и так перейдя перейдя к строкам мы должны поговорить еще об одной очень важной вещи давайте тогда вернем код какой-нибудь вот такой значит так стр cpy допустим hello стеркат добавляем хвост еще world ну и если мы это дело распечатаем то понятно что мы получим здравствуй мир все прекрасно великолепно да но есть один неприятный нюанс а именно этот код занимает 202 байта оперативной памяти к сожалению если вы применяете сериал то большое количество памяти там байт 160 по-моему это же больше оно уже будет съедено никуда от этого не деться но все равно это много вот причем что вот этот 80 байт мы на стеке заводим оно не может быть подсчитан компилятором оно сюда не входит на самом деле ну еще на 80 байт больше что же происходит у нас такое происходит то что ввр константы строковые вот они на самом деле располагаются в оперативной памяти это вообще караул я с таким дичью с такой никакой жизни не сталкивался но здесь она есть как ее устранить значит самый простой путь ну конкретно нет кстати здесь мы не сможем сейчас я вам покажу один вариант если мы напечатали сразу прям константу здесь давайте мы вопросы соберем там было 202 байта да вот теперь 208 использовано чуть не сильно больше стало вот если мы в принте используем константы текстовые то от этого довольно легко избавиться мы используем macrosf со скобочкой то есть в константу в двойных кавычках мы помещаем внутрь macrosf вот и это у нас все будет компилироваться то есть было вот видите 202 то есть вернулось как было как будто бы эта строка вообще не использовалась это что касается принта и принта лена да но если мы попытаемся сделать это здесь загнать вот эту константу то компилятор скажет что он не согласен с нами потому что нет у него стр-три требует чтобы здесь чар-звезда была указатель на чар а тут вот такая ерунда флой-стрим-фелпер что делать значит для этого есть библиотека называется она ой gm space извиняюсь и в случае с avr она у нас находится в каталоге avr в случае с esp она вот это не нужна кусок не нужна значит у функций типа strcpi и прочих есть аналоги из библиотеки pgm space в их имени имя заканчивается на почерк bp большое если второй аргумент это строка во флэше то соответственно нужно использовать именно эти функции strcpi в данном случае и f тут тоже не катит есть макро space tr который у нас строковая константа указана в кавычках у него как аргумент он ее упаковывает во флэш вот сейчас это все у нас должно сработать значит как мы видим текст у нас не изменился результат работы тот же давайте посмотрим объем оперативной памяти используемый вот 188 байт вот это уже совсем другое дело то есть теперь у нас строковая константа все размещены во флэше да код стал чуть больше да скорость исполнения чуть-чуть уменьшилась но зато мы сэкономили оперативную память которая всего 2 килобайта и если в простых таких скетчах вот мы используем там 9% там ерунда да то вы довольно быстро дойдете до реально до ее предела плюс не учитывается никакой стек и все ваши переменные на стеки особенно большие там массивы и так далее они у вас благополучно убьют ваш скетч и вы даже этого не сможете понять почему это произошло потому что у вас здесь будет что память еще есть а на самом деле ее уже давно нет вот ни в коем случае не брезгуйте как бы расположением то есть если вы пишете serial print и в двойных кавычках какие-то текстовые константы то f используйте макрос от вас это совершенно ничего не требует ничего добавлять не нужно никакие библиотеки все работает само но оперативная память при этом в общем-то намного эффективнее потребляется ну а если вы используете более сложные вещи то вот соответственно pgm space описание библиотеки тоже будет под видео то есть собственно говоря от чего у нее вот есть аналоги стеров там mcpi там mmset тоже такой же как ну mmset здесь нет конечно да mmspi esterland pay там все в общем то же самое вот для доступа к элементам массива используется pgm read для однобайтных или ну символьных pgm readbyte для двухбайтных это там int16 у int16 это read word для 4-байтных devort ну float тоже devort можно конечно использовать и ptr вот то есть в принципе как бы да это уже такая серьезная вещь но вы с ней тоже столкнетесь значит каким образом с константами внутри кода мы понимаем да что вот по str вы можете строковую константу так вот уложить если вы используете аргумент для сериал принта то вы можете f-макрос использовать а как вам значит массив во флеш направить если вы используете его как массив отдельный ну для глобального все просто вы говорите не просто чар массив там чаровый да перед ним ключевое слово const чар потом здесь каком-то ну стр допустим и где-нибудь в конце этого описания используйте ключевое слово прогмем большими буквами вот этот конструкция давайте я их хай назову хай она вся находится в во флеше то есть если я здесь сделаю хай то ничего хорошего то ничего хорошего из этого не получится мы можем ее либо скопировать во временный строковый буфер с помощью strcpip как раз и указав ее здесь просто хай без всяких там преобразований а потом его вывести да либо мы можем заставить println обмануть то есть ну смотрите давайте я вам покажу если мы просто сделаем сейчас у нас будет мусор на экране если вообще свет не повиснет а ну ничего у нас не вышло но в любом случае это не неправильная отработка конечно вот значит println умеет работать с flashstring helper это некий класс который на самом деле пустой вот который создан лишь для того чтобы отличать указатели в оперативной памяти от указателей в флэше то есть константа f большая она вот на самом деле к этому cons flashstring helper звездочка приводит тот аргумент который ей передается ну и мы можем в общем-то нечто подобное сделать сами вот как видите у нас все получилось да вам сейчас трудно это понять и вообще не парьтесь на самом деле то есть вот у вас есть f-макрос и чаще всего вам больше ничего не понадобится но если вы хотите поковыряться то вот как бы почву для должных размышлений я вам дал сделаем еще небольшой паузу так продолжаем давайте все зачистим так прекрасно предположим есть задача значит нужно описать человека значит у человека есть имя допустим из 30 символов да и есть например возраст прекрасно прекрасно значит мы его имя допустим копируем ну пусть будет алекс возраст у нас какой-то такой вот и давайте все это дело напечатаем так ну допустим напишем хай и имя потом напишем ваш возраст там так помним про ф нужны олени ну вот как-то так заливаем а ну да ошибка здесь обычная константа надо pstr ничего там хорошего не произойдет у нас можно даже посмотреть да видится что какая-то ерунда вот прекрасно привет алекс значит ваш возраст тверд 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 так замечательно да а если нам нужно двух человек массив массивы могут быть многомерными то есть у них может быть несколько измерений соответственно они здесь вот два элемента по 30 символов ну а здесь два просто без знаковых 8-битных целых так прекрасно здесь ставим индексы массива копируем еще кусок кода здесь тоже соответственно ставим индексы массива тут правда your уже не очень правильно в возрасте ну ладно тогда допустим сделаем не так ой вот ну вот что-то в таком духе замечательно да ну и понятно что если их будет больше то индекс массива будет расти но в чем неудобство у нас есть несколько атрибутов одного как бы одной сущности то есть сущность человек ну если нам нужно будет добавить еще атрибут то мы еще один массив там прилепим все это неудобно как с этим быть есть такая вещь как структура мы используем сейчас синтаксис C++ поэтому значит он гласит как струк ключевое слово структ потом не обязательно имя структуры допустим person если мы добавим почерк t то мы будем знать что это ну в смысле это имя person t это имя типа и в фигурных скобках у нас соответственно перечисляются поля структуры которые вот просто как обычные переменные только нам понятно что массивом это уже не должно быть вот например вот у нас есть имя и age для доступа к элементам структуры мы должны имя переменной типа этой структуры указать потом поставить точку а потом указать имя поля то есть name age в нашем случае соответственно здесь у нас ну ладно мы там глобальные использовали массив person вот соответственно здесь у нас persons от нуля точка name вот и persons от нуля точка age ну и то же самое здесь только здесь единичка все прекрасно да и поскольку это у нас теперь одна сущность то мы можем создать функцию которая например печатает чтобы код красивый был print person значит она у нас оперирует ну опять же структура большая значит правильнее конечно указатель использовать но ссылку еще более правильно person t знак что это ссылка ну и имя переменной локальной в которой все это дело будет ссылаться на которую вот и теперь мы вот это так здравствуй person.name потом идет person.h result вот так ну и соответственно мы либо два вызова делаем либо в цикле но учитывая что два элемента цикл нам как бы ни о чем вот как видим все у нас так же продолжает работать и вот давайте посмотрим какие у нас преимущества в результате предположим нам нужно расширить еще одно поле добавить к этой структуре и нам не придется соответственно ничего мудрить добавим пол да заодно еще и покажу вам инум есть перечисления и нумераторы значит определяются они ключевым словом инум за которым идет имя типа не обязательно ну в нашем случае это пол с xt в фигурных скобках перечисляется значение которое может принимать этот тип ну в нашем случае это male и female ну конечно для гейеропейцев надо еще какое-нибудь оно добавить но для нас оно это клоун ужасов Стивена Кинга впрочем соответствует гейеропейцам да так что нормально ну ладно мы тут типа натурала надеюсь вот у нас такой тип значит что делает эта конструкция она определяет две константы male у нас получит значение 0 female получит значение 1 мы можем внутри указать значение принудительно male например 1 в этом случае female получит следующее значение 2 а можем даже так сделать и у нас будет соответственно 1 и 4 и эти константы с именами male и female мы можем просто использовать в коде где угодно то есть это как будто бы эквивалент конст есть только один неприятный момент давайте я вам сейчас его покажу так добавляем здесь еще одно поле sex всегда не шучу так и здесь мы его тоже инициализируем ну я соответственно male дочь моя соответственно female вот значит здесь мы можем добавить значит здравствуйте тра-та-та и вот как раз давайте здесь мы добавим пол значит если у нас person sex равняется male то мы пишем male такого-то возраста ой иначе female такого-то возраста так прекрасно смотрим сразу на то что можно улучшить видите окончание одинаковое male и пробел то есть в случае female может быть достаточно префиксов female мы вводим всегда вот теперь это будет работать как нужно так и еще один неприятный момент выведем здесь размер нашей структуры в итоге загружаем код как видим все у нас работает я малчик дочь моя девочка 33 байта давайте посмотрим значит 30 байт имя 1 байт 31 и получается что вот этот инум всего из двух элементов состоящий он у нас весит целых 2 байта более того этот инум который так вот указан как угодно произвольно 2 байта на AVL занимает а на ESP8266 а на 4 байта у меня даже видео было по этому поводу что за безобразие да но есть момент поскольку это 11 редакция C C++ точнее мы можем после имени типа принудительно указать к чему его приводить например UNT8T то есть 1 байтовое значение конечно за глаза всему этому хватит вот если мы сейчас это дело соберем загрузим то увидим что размер у нас уменьшился на 1 байт то есть 32 байт у нас все занимает все прекрасно казалось бы можно успокоиться но нет предела совершенству ибо у структур есть еще такая замечательная особенность как указание сколько бит используют для хранения определенных полей это не работает конечно с массивами это там имеет ряд еще существенных ограничений но если у вас есть несколько полей которые могут влезть в меньшее количество бит чем их базовый тип то вы можете указать сколько вы хотите их использовать указывается это после имени поле указывается двоеточие и количество бит которые вы считаете что можно хранить смотрите пол содержит всего два значения это достаточно одного бита чтобы это хранить то есть у нас 0 и 1 значит вот секс мы можем сделать 1 бит и у нас вот это 8 бит возраст позволяет нам хранить от 0 до 255 жить больше 127 лет никто из нас не собирается поэтому 7 бит за глаза хватит если мы сделаем вот так 7 и 1 то вместе вот эта конструкция займет 1 байт и все это вместе снизится до 31 байта но при этом на функционале работа это не скажется кроме того что компилятор у нас ругнулся что по его мнению 1 бита недостаточно но он не прав вот как видим 31 байт и все у нас никакие значения никуда не пропали то есть пол правильно определяется возраст правильно определяется компилятор за вас сделает упаковку бит да код станет побольше чуть медленнее будет исполняться но оперативная память иногда настолько важна что как бы это ну совершенно нормальная цена за такую эффективность высокую и так мы можем ином принудительно заставить упаковаться в значения если у вас здесь есть константы превышающие значения у int8t значит вы можете ну там уже понятно в int16 там уже никуда не денешься если есть отрицательные величины но малые вы можете int8t использовать для преобразования все равно это будет один байт это елки-палки ваши восторженные отклики конечно меня очень радуют только вот я шучу ну ладно в принципе раз вы чему-то учитесь это уже очень хорошо так и это что у нас касалось структур ну осталось совсем немножко потерпите давайте сделаем еще небольшую паузу продолжаем есть еще один значит одна замечательная вещь да касательно структур и битовых упаковок структуры могут быть не именованные и даже переменную на ее типе можно не организовывать в этом случае а вот например если мы сделаем вот такую конструкцию то у нас будет две переменные age и sex занимающие соответственно один байт все вместе и мы можем к ним обращаться как глобальным переменным вот поэтому упаковывать в битовые значит как это сказать там битовые поля вы можете неименованную структуру использовать либо же как компоненты уже ну внутренних структур других то есть вы можете структуру в структуру устраивать там так далее то есть вроде бог дело ваше да это будет непросто но может быть иногда это имеет смысл есть еще такая вещь как union значит если структура объединяла несколько полей друг за другом в одну какую-то сущность общую то union объединяет несколько полей в одной и той же области памяти то есть вот например то есть u32 у нас если мы в union пишем int там 16 u16 и два элемента они будут располагаться в той же памяти что и u32 и допустим u8 4 они тоже будут располагаться в той же то есть вот это union размер объединения это равен максимальному размеру одного из его членов ну то есть самого большого члена все другие располагаются в той же области памяти то есть если мы можем обращаться к его компонентам там u32 либо к u16 8 но при этом обращение будет к одним и тем же областям памяти если мы испортим один байтик здесь то он испортится также во всех других вариациях так ну давайте я вам продемонстрирую иногда это тоже нужно но это не структуру ни в коем случае не путайте это бывают данные которые хранят либо такой набор значения либо сякой и получается что хранить их друг за дружкой как бы использовать память для того и другого это не оптимально поскольку они никогда вместе не бывают тогда union может нам прийти на помощь давайте допустим создадим переменную u этого типа ну и тут мы ее проинициализируем значит u допустим инициализируем u32 16-ти речными значениями допустим 0,1 0,2 0,3 0,4 вот и теперь мы можем вывести допустим во первых мы выводим ее длину чтобы убедились что она 4 байта занимает потом мы выводим ее как u32 и выводим все элементы давайте цикл сделаем значит здесь у нас два элемента u.u16 и ты допустим даже не так если и у нас не 0 то мы выводим запятую хотя не нормально так потом у нас идет u16 и в конце мы перевод строки делаем и что-то похожее мы делаем уже четырьмя элементами у восьмого так загружаем все это безобразие четыре байта занимается структура значит в двоичном виде она занимает в смысле такое это значение в десятичном смысле соответственно два старших байта и два младших такие и вот один два три четыре мы видим как просто каждый байт ну пример неудачный он как бы вам ничего не показывает кроме того что путает вас но как бы это используется иногда и поэтому вы должны знать что такое union вот внутри структур union может быть безымянным но к сожалению вот если как глобальная переменная он потребовал переменную в любом случае мы не могли бы иначе обратиться к его значениям так ну много чего уже сегодня изучили давайте в общем-то уже потихоньку заканчивать поговорим о такой вещи как define значит мы о нем говорили когда говорили о константах о том что c++ позволяет сделать константы не через define как это было раньше вот но define умеет не только делать константы то есть такая штука подставит вместо тест везде единичку но с помощью define очень часто делают псевдофункции это тоже плохая уже практика учитывая что есть c++ но давайте я ее продемонстрирую и в том числе продемонстрирую подводные камни этого значит так предположим создадим псевдофункцию которая возвращает минимальное число из двух ну мин у нас же есть давайте два почерка мин если если в define в скобках указать несколько разделенных запятой аргументов или один то значит при его значит расширении в код эти значения переданные ему будут подставлены вместо вот этих переменных то есть если я здесь поставлю a и b вот а тут вот у нас уже будет сам код то переданные при вызове a и b так допустим давайте serial println значит минимум ну допустим 20 и 0 да должен вернуться 0 вот в таком вызове в a попадет 20 в b попадет 0 и то что я сейчас здесь напишу оно будет расширено вот с этим значением тут я заодно вам покажу еще одну замечательную любимую сишниками конструкцию которую ненавидят все новички потому что понять ее не могут значит это у нас оператор знак вопроса то есть как бы этот код минимум описался если a меньше b то вернем a иначе вернем b да все замечательно но здесь вот return и так далее то есть вот вернуть и if оно как бы не катит то есть в print lane оно не сработает вот как раз оператор знак вопроса нам эту тему решит значит так если a меньше b значит здесь идет условие потом знак вопроса что делать если условие истинное то есть возвращаем a двоеточие что делать если условие ложное b точка это не нужна вот эта ерунда у нас будет использована вместо вот этого вызова только где a будет поставлен 20 где b будет поставлен 0 проверяем как видите 0 вернулся ну что логично да прекрасно этот оператор знак вопроса может быть вложенным ну то есть например если мы сейчас там как он называется ну не помню ну лимит какой-нибудь создадим например a b и c то есть a у нас должно быть не меньше b и не больше c если a значит меньше b то возвращаем b иначе если a больше c то возвращаем c иначе a вот такая ерунда у нас так лимит значит 20 от 0 до 100 то есть ну 20 вернется не меньше 0 и не больше 100 ну вот 20 прекрасно а теперь смотрим в чем опасность такого кода значит создаем переменную a той же там 20 равную да и здесь ее указываем тоже но указываем к ней какое-нибудь действие вот наверное не самый лучший пример но сейчас посмотрим кстати самому интересно 22 видите это в принципе опасность псевдофункций на define почему потому что вот сюда подставилось a++ оно не меньше b нет не меньше значит вот в следующем сравнении снова сюда поставилось a++ но оно уже стало 21 уровнем 22 и вот мы вернули 22 который снова a++ а еще у нас вообще 23 стало равен вот это одна из проблем а другая проблема ну например делаем мол 2 аргумент умножаем на 2 ну вот если мы делаем 3 то понятно получаем 6 так что там у нас ой ну да мы сюда можем только переменную поставить потому что есть присвоение числа уже нельзя поставить ну вот а короче у нас тогда тоже получится что вообще не так вот так вот а у нас должно быть 6 равна не такая странная вещь 6 прекрасно да так нет давайте раз все таки не сделаем вот так вот а умножить на 2 ну собственно ладно все остальное оставим то есть мы снова сейчас нет сейчас мы 6 не получим сейчас у нас 3 останется вот 6 да а теперь что получим 8 странно да почему это произошло потому что вместо подставилось 3 плюс 1 делается это таким образом все аргументы при расширении берутся в скобки ну и на самом деле само выражение в общем то тоже от греха в скобки таким образом как бы оно там у нас не расширилось с какими соседними знаками оно не взаимодействовало оно не изменит логики который человек заложил вот это обходится довольно легко вот сейчас мы свою восьмерку имеем ну а теперь самое важное вот в C++ появились встраиваемые функции так называемые то есть этот мол2 сам Бог нам велел сделать функции обычный ну там не знаю N16 T O2 такое что-то если мы здесь ее вызываем ну как бы все будет хорошо если мы в начале функции используем ключевое слово inline то эта функция здесь вот будет не вызов ее сделан а ее код вот этот return на 2 будет вставлен внутрь кода прямо в этом месте так же как define бы сработал в этом случае но при этом это будет полноценная функция которая имеет полноценный синтезис проверку типов и так далее вот и соответственно никаких таких побочных эффектов типа неправильного раскрытия макросов здесь не будет что define что inline имеют минус значит плюс это высокая скорость исполнения потому что код прям сразу встраивается минус это что эти куски кода будут дублированы реально если несколько вызов одинаковых то это будет каждый раз кусок кода будет вставлен в случае нормальной процедуры код будет один раз вставлен и будут вставлены вызовы на эти процедуры которые довольно компактны но единственное чуть-чуть дольше выполняются когда уж там речь это писатель на assembly или inline использовать то конечно inline наверное в первую очередь надо пробовать а так по-хорошему они тоже не нужны вот это что касалось define ну и последнее на сегодня я понимаю что вы все устали и как бы да я тоже устал последнее о чем мы сегодня поговорим мне в прошлом видео сделали резонное замечание что delay задержка с помощью delay функции это типа и так оленей код ну я здесь не совсем согласен в плане том что если задержка имеет значит возможность ее использовать то есть код тупо должен ждать и больше ничего не делать то delay это нормальное совершенно решение в нем нет ничего плохого хуже другое что очень часто нам нужно делать задержку на какое-то время но при этом продолжать еще обрабатывать какие-то дополнительные вещи и вот тогда конечно delay нам в принципе вообще задача не решает давайте поговорим об этом ну я код уже набросал чтобы просто не тратить время давайте я вам сейчас просто про него расскажу значит так есть задача есть ардуино подключена кнопка замыкающаяся на землю например и стройный светодиод задача такая кнопку мы нажали а светодиод стройный зажегся на 5 секунд через 5 секунд он сам погас если в момент когда он горит мы нажимаем на кнопку еще раз он отключается раньше вот на дилей эта задача не решается если мы обнаружили кнопку включили светодиод и 5 секунд задержки делаем дилеем это значит что в эти 5 секунд мы на кнопку не реагируем никак да можно конечно на прерывание кнопку повесить но это значит что у нас на случае ардуино это всего два пина может использоваться и тоже как бы код будет весьма такой тоже неприятный специфический ничего хорошего там нет давайте сделаем все таки по-человечески и так определяем две константы куда подключен светодиод это встроенный светодиод на 13 ногу в АВР и куда подключена кнопка но в моем случае это 12 нога в сетапе мы определяем пин светодиода как выход пин кнопки как вход с подтяжкой поскольку она у нас на землю приземляет создаем функцию debounce read для чтения кнопки с борьбой с дребезгом она возвращает тип bull нажато не нажато принимает параметры пин на котором подключена кнопка и level эта кнопка при нажатии на высокий или на низкий уровень притягивает у нас пин это соответственно внутри у нас константа местная локальная debounce time равная 20 миллисекундам значит мы реагируем на изменение состояния кнопки только в случае если последнее изменение произошло более 20 миллисекунд назад то есть кнопка стабильно держит один и тот же уровень в течение не менее 20 миллисекунд так вот тут у нас уже будет тема начала нашего урока статические переменные мы должны сохранить между вызовами этой процедуры старое состояние нажатия на кнопку вот static bull last btm переменная это у нас будет предыдущее состояние кнопки у n32t здесь last time мы сохраняем время в миллисекундах прошедшее сначала скетча значит когда кнопка была в последний раз изменена состояние то есть нажата либо отжата неважно вот сам код пошел читаем текущее значение пина сравним его с левелом с уровнем к которому это срабатывает если они равны значит кнопка нажата если они неравны значит кнопка не нажата вот btm у нас получается статус текущей нажатия или не нажатия если он изменился относительно последнего вызова то мы сохраняем в последнем вызове текущее значение и сохраняем текущее время которое возвращается нам с помощью функции миллис в миллисекундах в соответственно статической переменной last time то есть в следующий раз мы будем знать что вот в прошлый раз это изменение произошло вот тогда-то иначе это значит что если у нас кнопка не изменила значение с предыдущего состояния смотрим сколько прошло миллисекунд с момента последнего изменения отнимаем от текущего значения миллисекунд значение сохраненное переменной last time если оно превысило debounce time вот эту константу 20 миллисекунд значит мы обрабатываем вот это нажатие или отжатие которое произошло потому что значит уровень стабильный иначе в общем-то иначе в любом случае мы возвращаем ложь то есть кнопка не нажата а в случае же если кнопка не меняла свое состояние больше 20 миллисекунд мы возвращаем текущее значение кнопки нажата либо не нажата то есть мы вернем true только в случае если кнопка нажата и удерживается более 20 миллисекунд переходим к основному циклу loop здесь тоже локальная константа let time 5000 миллисекунд сколько времени горения светодиода значит последнее значение кнопки мы тоже должны сохранять значит это тоже будет статик и решим задачу с свечением светодиода определяя время когда его нужно погасить с помощью соответственно переменной let duration который изначально у нас 0 это значит что не горит он совсем итак читаем с помощью борьбы с дебаузингом значит текущее состояние кнопки если оно изменилось относительно предыдущего состояния сохраняем в предыдущем и если кнопка нажата то соответственно реагируем на это дело каким образом если let duration переменная содержащая миллисекунды до того как нужно выключить не 0 то есть просто сравнение переменной в ife означает сравнение с 0 то мы должны ее обнулить и погасить светодиод то есть он у нас уже горел иначе если она была 0 мы должны светодиод зажечь и рассчитать время гашения светодиода как текущее количество миллисекунд плюс то время которое оно должно гореть 5000 миллисекунд то через 5 миллисекунд это все погаснет вот дальше мы попадаем вот сюда если этот let duration длительность горения она опять же не 0 то нам нужно еще проверить не пришло ли время его гасить светодиод мы сравниваем millis с let duration с тем значением когда надо его выключить и в случае если millis уже превысил его мы гасим светодиод и обнуляем переменную let duration все чтобы мы больше в этот цикл не попадали ну в смысле в этом условии и крутимся по циклу таким образом вот здесь есть лайфхак значит так смотрим здесь в двух местах применено сравнение с миллисом но оно разное почему вот здесь мы из миллиса вычитаем значение переменной и сравниваем с константой этот код всегда будет вычисляться ну достаточно не самый эффективный почему потому что миллис это функция дальше будет вычисление разности а потом ток сравнения более эффективный код это один раз рассчитать переменную которая включает в себя предельное значение и сравнивать уже не вызов функции с константой а не вызов функции в каком-то окружении там разности либо суммы с константой но тут появляется неприятный момент значит миллис 32 бит на безнаковое целое ну как и лет дирейшн когда оно будет подходить к своему максимальному значению 4 миллиарда там с чем-то миллисекунд если мы прибавляем к этому значению 5000 мы можем перескочить через максимум и значение станет совсем небольшим положительным числом ну то есть допустим там не знаю 10 да здесь у нас 4 миллиарда а лет дирейшн у нас 10 при этом мы прибавили одно к другому но получили число на выходе меньше чем исходное ну из-за переполнения дальше мы сравниваем миллис который у нас продолжает увеличиваться но еще не дошел до предела своего с этим вот значением при том сравниваем его на больше и вот эти 4 миллиарда с кучей да конечно же очевидно сразу больше какого-то там единиц и тут же мы эту лампочку грубо говоря выключаем но при том этот код у вас не сразу будет неправильно работать а только спустя 4 там с лишним миллиарда миллисекунд то есть очень не сразу но он начнет неправильно работать все равно каким значит здесь этой проблемы нет потому что мы вычитаем из безнакового безнаковое в итоге мы не можем здесь получить как бы ну то есть переполнение будет правильно отработано ничего делать не нужно что же делать в этом случае когда мы сравниваем с константой которую до этого приращивали плюсом положительным мы можем обеспечить не безнаковое сравнение а знаковое мы с помощью конструкции в скобках N32T преобразуем мелис и то что сравниваем к знаковым целым и вот этот знак сравнения будет откомпилирован как знаковое сравнение и это все решит нашу проблему мелис при значениях больших 2,5 миллиардов становится на самом деле как бы отрицательным числом то есть если его представлять как отрицательное как знаковое 32-битное целое оно становится отрицательным лет дюрейшн который из-за переполнения станет небольшим положительным числом он конечно останется положительным в этом случае ничего не изменится но при этом сравнение отрицательное больше положительного оно будет ложным и в общем-то все задача решена как только мелис из-за переполнения перескочит в область положительных чисел тут вообще как бы никакой разницы с лобовым сравнением без знаковым не будет вам наверное сейчас трудно все равно понять, но поверьте, что вот такую ошибку очень трудно обнаружить, потому что она очень-очень не сразу у вас проявится и вообще будет не всегда проявляться. Но как бы вот она есть. Из-за особенности хранения отрицательных величин и из-за особенности переполнения, такая конструкция, которая с одной стороны упрощает код, потому что здесь будет сравнение просто вызову функции с константой, а здесь же будет сначала выражение должно быть рассчитано, а потом такое будет сравнение. Но она требует дополнительных неких усилий от такого простого рода, который на коде даже не отражается, на самом деле, никаким образом. На объеме кода, точнее. Код станет другим, но объем будет тот же. Но это будет работать. Вот. Ну, наверное, для второго занятия достаточно. Информации много стало, наверное, тяжело ее уже будет переваливать. Я хочу в третье занятие вложить еще объектно-ориентированный подход. Самое странное, что, наверное, по-хорошему он не будет сложнее, чем вот это второе. И поэтому, если вы сможете его осилить, и вам будет все еще интересно, то, может быть, у вас даже все и дальше получится. Ну и, конечно, это бесконечно можно было бы сериал сделать, а что пропущено будет много мелочей, которые тоже важны. Вот. Может быть, потом я когда-нибудь буду доснимать небольшие уже ролики, где буду останавливаться на каких-то аспектах, которые просто упустил там. Ну или не упустил, а может быть, тяжело вам было бы понять все равно. Вот. Ну, это жизнь покажет. Ну вот, два занятия уже есть. Надеюсь, как бы это было интересно, полезно. Ну, может быть, даже амбициозная эта задача научить оленю сбрасывать панты. Да, может, она даже удастся. А, да, мы же код не загрузили. Я болтаю, я болтаю. Убедимся, что дилей на милисит работает. Вот у нас, значит, нажимаю я кнопку, светодиод горит 5 секунд и сам должен погаснуть. Погас. Еще раз нажимаю, горит. Нажимаю во время горения, он реагирует и отключается. Ну, как видим, задача решена. Если бы мы ее решали бы дилеем, то понятно, что пока у нас горит светодиод, мы бы на кнопку реагировать не могли бы. Вот. Как видите, все работает. Соответственно, подход, в общем-то, верный. Но, опять же, еще раз говорю, дилей в простейшем виде, например, как там тот пример из предыдущего урока, как с SOS, там и прочее, он вполне нормальный, ничего в этом такого дурацкого нет. Как бы там, где нужна тупая задержка, и мы можем вообще позволить себе ничего больше не делать, в общем-то, дилей вам никто не мешает использовать абсолютно, ничего в этом плохого нет. Вот. Теперь, наверное, все. До свидания. До новых встреч. До встречи. До встречи.